В Казахстане появится крупная ветряная электростанция и будет построен медиплавильный завод. О строительстве этих объектов договорились в ходе государственного визита Касымжумарта Тукаева в Китай. Второй день пребывания главы государства Поднебесной выдался продуктивным. Подписаны десятки документов, проведены масса встреч и приняты решения о десятках совместных проектах. Подробнее о них расскажет Анна Расюмбаева. Казахстан и Китай всегда неплохо ладили между собой. По итогам только прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя – 31 миллиард долларов. А общий объем китайских вложений в казахстанскую экономику – более 23 миллиардов долларов. Казалось бы, куда больше, но, как говорится, проектов много не бывает, особенно в нефтегазовой отрасли. Это в первую очередь. Для этого договорились увеличить пропускную способность нефтепроводов. Для увеличения экспорта нефти мы планируем расширение нефтепровода Казахстан-Китай. В качестве приоритетов для Казахстана мы рассматриваем увеличение мощностей по переработке газа и расширение газотранспортной системы. В этом контексте крайне важно запустить вторую нитку магистрального газопровода – Бенео-Бозойшимкент. Кроме того, мы заинтересованы в строительстве газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год. Энергетика всегда представляла особый интерес для влиятельных китайских промышленных гигантов. Итогом переговоров стал медиплавильный завод, который скоро заработает в Казахстане. Теперь не надо будет экспортировать сырье. Все будет перерабатываться внутри страны. Уже много лет работающая в нашей республике китайская CNPC заявила, что подумывает расширить производственные мощности шимкентского НПЗ. А глава State Power Investment Corporation Циан Джиминь дал понять, что не прочь запустить дополнительные проекты в сфере возобновляемых источников энергии. В частности, в Жамбульской области скоро заработает крупная ветровая электростанция. Учитывая, что Китай является крупнейшим производителем электромобилей, перспективной видится кооперация в сфере добычи лития. За последние годы в Казахстане значительно выросла популярность китайских автомобилей. Такие бренды, как Cherry, Jack, Exit и Haval уже входят в топ самых продаваемых машин. Наше сотрудничество в этой сфере входит на качественно новый уровень. В Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы. Помимо энергетики обсуждали и электронную торговлю. В 21 веке в условиях цифровых технологий этим, что называется, грех не воспользоваться. Тем более, что, по словам президента, китайские Alibaba Group и JD.com имеют колоссальный опыт и потенциал в этой сфере. Это неплохое подспорье для совместного продвижения продукции на международные рынки. Скоро в эту схему впишется и наша страна. Для этого открыли национальный павильон Казахстана на платформе JD.com. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно. Не стоит забывать и о наземных транспортных коридорах. Выгодное географическое положение обязывает. Для китайских товаров Казахстан – это выход на крупные рынки Западной Евразии. Президент лично запустил строительство логистического центра в сухом порту Сиане. Он должен стать основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также нами запланирован запуск железнодорожного сообщения Аягосбахте в направлении Китая. Предусмотрен капитальный ремонт железнодорожной ветки на участке Достахмуэнте, что в дальнейшем позволит ежегодно перевозить по этому направлению до 20 миллионов тонн грузов. Считаю, что развитие транскаспийского маршрута важно для активизации транзита между Европой и Азией. КТЖ совместно с Хуавей займется цифровизацией железной дороги Казахстана. Это тоже итог переговоров главы государства с председателем правления ОХАВей Технологии Лиань Хуа. Всего в рамках государственного визита президента КСМЖ Марта Тукаева в Китай в сторону подписали 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов. В завершение президент отметил, что в стране созданы максимально благоприятные условия для инвесторов и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча укрепит торгово-экономическое партнерство двух стран.